В Уральске в теплице на базе эколого-биологического центра выращивают экзотические фрукты и ягоды – бананы, мандарины, финики и многое другое. Здесь садоводы города могут бесплатно практиковать свои навыки. О том, как вырастить мандарин в домашних условиях, расскажет Дана Герембаева. Теплица в областном эколого-биологическом центре непростая. Если раньше здесь были только цветы, то сейчас здесь выращивают тропические растения. В этой уникальной теплице выращивают множество тропических фруктов – бананы, гранаты, петахаю, финики и мандарины. Но растеневоды говорят, что мало посадить лишь обычную семечку мандарина. Нужно сначала ее посадить, а потом внедрить в нее специальный плод, который дает сам мандарин. Банан нам подарили шенкенские, наши коллеги. Банан был очень маленький, сантиметров 30. Сейчас он у нас очень хорошо растет, потому что тепличные условия очень для них удобные. Температура плюс 29-30. Сейчас мы их разделили на 4 куста. Значит, условия очень хорошие. Просто с такими экспериментами, опытами и такими выращиваниями цитрусовых растений мы учим детей наших, и им очень нравится. Они каждый день в свободное время, каникулярное время приходят к нам. Самое интересное, что если тропические фрукты, растущие у себя на родине, дают плоды раз в год, то здесь получается собирать урожай 2-3 раза в год. Что является этому причиной, не могут объяснить даже сами биологи. Возможно, это просто природный фактор. Бананы и мандарины дают свои плоды раз в год. Скоро здесь поспеет и гранат. Я занимаюсь выращиванием граната с декабря месяца прошлого года. Растёт хорошо. Посадила в большой горшок. Для начала год или два он будет расти в теплице. Затем мы сможем пересадить его на улицу. Здесь выращивают даже тропический овощ под названием питахая. Питахая – это плод кактусов, причём нескольких разных видов. Её ещё называют питайей – клубничной грушей и драгонфруктом. Плоды питахаи могут весить от 150 до 600 грамм. Некоторые экземпляры – даже до 1 килограмма. Гладкая кожура покрыта мелкими шиповидными листьями, придающими сходство с шишкой. Мякоть плотная, с большим количеством мелких тёмных зёрнышек, напоминающих маковые. Вкус драгонфрукта сравнивают со вкусом киви, груши или арбуза. А текстуру мякоти – со свежим инжиром. Стоит отметить, что двери теплицы областного эколого-биологического центра всегда открыты для всех желающих. Дана Керимбаева, Айбула Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТТК-42.